В Китае открылся первый генетический банк. Работы по его созданию провела биотехническая корпорация BGI. Уникальное хранилище появилось в Шэньчжэне. С подробностями мои коллеги. 10 миллионов образцов генетического материала на площади почти 48 тысяч квадратных метров. Первый национальный генный банк официально начал работу в южнокитайском городе Шэньчжэнь. Работы по его созданию почти 5 лет вела биотехническая корпорация BGI. Хранение генетического материала и его расшифровка приобретают ключевое значение в современной науке о жизни. Уверен, что этот проект станет важной движущей силой развития китайского общества. Для нас банк своего рода национальная сокровищница. Таким подходом мы руководствовались при его создании и намерены опираться на него в дальнейшей работе. Число образцов делает Шэньчжэньский банк генов крупнейшим центром информации о живой природе не только в Китае, но и во всем мире. При том, что китайские специалисты обещают довести объём хранящихся данных до 500 петабайт. Материалы будут использоваться в исследованиях по ботанике, зоологии, медицине, применяться для расширения видового разнообразия и защиты окружающей среды. Это ведь не только результаты научных исследований, но и промышленная статистика, которая позволит нам производить обслуживание и поддержку различных предприятий и организаций. Национальные базы ДНК существуют во многих странах. Первая в мире была создана в 1995 году в Великобритании. На сегодняшний день в ней хранится почти 6 миллионов генетических профилей. Более 9 миллионов образцов ДНК содержит американское хранилище. В австралийской базе генетического материала свыше 700 тысяч образцов. Ван Инн, Си Си Ти Ви Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова